Более может что-то измениться может быть Ну вот так вот 33 года уже в нашей общине Деревенской Ну а так все там все Братья урожая убирают Так у рыбками где там Выйдут, час поработают Дождик, дождик Дождик не пройдет, а брызнул Как говорится, как из лейки немножко чуть-чуть И все, а уже все Сдать, когда просохнет, убирать нельзя Ну и вот так они Все там рвут помаленьку Еще горох давно убрать Еще не могут до конца горох убрать Ну так вот Урожай есть, теперь как будет Другие кто-то свалили Волки А теперь дождик, уже трава Прорастает с поля волки Теперь, не знаю, как они будут их брать И чего там брать Уже все Я еду сейчас Любовь Петровна просила Ее, значит, надо будет Поисповедать, причастись Все, ко мне какие вопросы? Не хворайте, батюшка Мы вас Видим Надавали мне столько таблеток Я путаюсь, я не знаю Ты мне напиши какие Когда, в какое время принимать Там не написано, батюшка Я думаю, ладно Посоветуюсь я с врачами Которые, как бы Отдельно там Ехали Они говорят то же самое Что и Это я говорю Вы как То есть говорили Все против меня Да Что же То же самое говорят Что я говорю Ну, может какие-то есть там Ягодки там Травку какую-нибудь Чтобы как-то Оно восстановить Чтобы давление было нормально Ну Нет Говорит Вот только теперь Такие Ну как нет, батюшка Я же вам Впечатлены Мы все ваши Травки Я буду калину Одну есть Ну, не калина Рябина Черноплодная Красная Все, это все Я заберу Это все Калину, рябину Нара, нетки Нет Это Они только там Живот расстраивали Да О, груши До того вкусные груши Датюшка Я хотел Спросить Грушевый спас Есть или нету Яблочный Еще мало Мало этих спас Маковые Вот я предлагаю Сегодня Грушевый спас Не надо Спасайте груши Переспели Я вчера одну покушал Потом посидел Еще до 5 штук Все Ну, вот Да кто же я считал Тебе, батюшка Я считал Ну, ничего Потом думаю Что будет Ну, ничего не случилось Все нормально Все нормально Спасайте груши Так, ну что Поехали мы На помоги Богу А он знает Ну, все Тогда Прекрасно Это очень Прекрасно Ты не поедешь к Любовь Петровне Афгалитина, нет? Нет, я не поеду Ну ладно Тогда все Благословляйте Все Бог благословит Позвольщик Тогда имейте в виду Что если что То только будет На престол А престоль у нас будет Там в пятницу Подадим В четверть вечера Будет служба 26-го Там как раз и поезд Идет 26-го Почетным числом Идет 26-го Вот Когда через 2 недели Ну да Это же больше Больше Вот это написано Больше Да Ну да Ну действительно Получается Сейчас через Леха Этот Никак Здесь накладка Такая Получается Во имя Отца и Сына И Святого Духа Аминь Слушаем Причем Толкование Новый Завет Первое Корейство Святого Апостола Павла Послание Четвертая Глава С девятого По шестнадцатый Стих Чтение Девятый стих Ибо Я думаю Что нам Последним Посланникам Бог Судил быть Как бы Приговоренными К смерти Потому что Мы Сделались Позорищем Для мира Для ангелов И человеков Позорище Сейчас Прочитаем Толкование Слова Свойственные Человеку Скорбящему Или лучше Тому Кто хочет Привести Других В стыд Как То есть Тем Которые Столько Перенесли Страданий За Христа Мы Подвергаемся Страданиям Не в углу Где-либо Но По всей Земле И не люди Только смотрят На нас Ибо Немаловажны Наши действия Но И ангелы Потому что Наши Подвиги Так Велики Что Стоят И ангельского Созрецания Ибо мы Не с людьми Только боремся Но и с силами Злых Ангелов Не приведи Господь Если про нас Будет сказано Что мы Воцарились А кто-то Подвергается Скорбям И смерти За Христа Вот Батюшка Сейчас Как раз Об этом говорил Что Когда все хорошо Там танцуют Люди Пляшут Смеются А потом Скорб наступает И начинает метаться И часто Все заканчивается Особенно Когда никогда Человек не думал О духовном Страшном Заканчивается Не то что не думал Ясно что Сейчас у нас Такое время Что проповеди Ну хотя бы Имя Христово Можно услышать И слово Священное Писание Уж церкви Что поруганы Поруганы были Все уже знают Уж точно знают Но дальше Не идут этого И все И заканчивается Все Страшным бедствием Поэтому нам Не нужно Ждать скорбей А нужно Самим К этим скорбям Идти Как идти Принимать Все Христово Все чувствования Во Христе Должны нам Принадлежать А это Чувствования Какие Другим Показать Путь спасения Как только Ты будешь Это делать Тебя будут Проклинать Тебя будут Ругать Заушать И Может и бить Даже Пугать будут Постоянно И власть Придержащие И простые люди Просто за то Что ты произнес Доброе О Господе Иисусе Христе А если Еще Законы Будешь Говорить Исполняйте Да не курите Там Не пейте Ты будешь Врагом Всегда Людей мира Поэтому Не будем Людьми мира Говорит Апостол Павел Будем Христовыми 1 1 Каринова 4 глава 10 стих Мы безумны Христа ради А вы мудры Во Христе Мы немощны А вы крепки Вы в славе А мы в бесчестии Толкование И это опять говорит Для того Чтобы пристыдить Их Тогда как Апостола Вбили И презирали За Христа Кольцяне Были уважаемые И почитаемые Мудрыми И хвастали Будто Все это Во Христе Посему Говорит Как возможно Чтобы Такие Противоположности Совмещались В людях С одинаковым Образом Мысли Нет То есть Невозможно Это Необходимо Допустить Что Или наш Образ Мысли Не во Христе Или ваш Но мыслить Не во Христе Не достойно Апостолов Христовых Следовательно Вы Заблуждаетесь То есть Нас гонят Преследуют А вы Наслаждаетесь Безопасностью Немощью Везде Называет Искушение Опять Вы Славные Благородные А мы Бесчестие Все это Говорит По сильному Негодованию Смысл Такой Как Возможно Чтобы Мы Зло Страдали А вы Наслаждались Безопасностью И проводили Жить Счастливо Итак Очевидно Что вы Не в добром Состоянии Духовном Напротив Теперешнее Поведение Ваше Бесчестное И недостойно Апостолов Следовательно Вы не должны Гордиться Этим Горе вам Если все будут Говорить о вас Хорошо К чему Стремятся люди Мира сего Почему им Не угодны Те Люди Которые Называются Духовными Те Да потому Что Потому что Мир Он Всюду И везде Вы посмотрите Это телевидение Это все Мир Вот Вчера День города Это все Мир Вот Тут вообще Невозможно Было проехать Я вот С берега На бережку Плаваю И надо было Вот так Объехать Три минуты Я обычно еду Двадцать минут Ехал И то Как доехал Непонятно Там в одном месте В втором месте Затор Полицейские Да Они А так бы Везде Забили все Машинами И люди Идут с детьми Старики Бабки Курят Идут С какими-то Воздушными Шариками Идут Едят Чипсы Там Что-то Там Курят Курят Беседуют Такое Жемляш А что Такое Пролетели Самолеты Полчаса Они летали Летали Как Так низко Тут летали Прямо Отсюда Было Со двора Хорошо Видно Лена Снимала И они Пролетают И такой Звук Ужасный Батюшка Ашуш Его так Закрыл Прямо И машины У Лены Машина Запикала У меня Просто закрыта Она ключ А у нее Стояло На сигналке И машина Начала Пикать Говорить Эй Вы что Делаете Кто Меня Трогает И люди Вот Это Место Наш Эпицентр У нас Тут как Центр Всего Машины Вот Везде Вы не Представляете Сейчас Приехали Ничего Нету Да Вот Брат Севастян Добирался Я не знаю Сколько Его ждали Мы тут Специально Чтобы он Добрался Он Обычно Приезжает Минут За 20 А сейчас Приехал Минут В 20 Только Да Ну Но Специально Ждали Брата Потому Что Мало Кто Был Кто Вообще Не Пришел Знал Что Тут Коллапс Будет Вот Так Вот Ради Чего Собрались Люди Знаете Я ехал Открыл Окно И хотел Крикнуть Там Столько Народу Идет Я Открыл Окно И вот Так Голову Высунул И хотел Крикнуть Вы Вы Царство Небесное Спешите Лучше А потом Думаю Ну И Че Толку Сейчас Я Крикну Не Крикнул Может Быть И Надо Было Кто То Что Понял Что За Праздник Скажите Мне Вы Че Не Приехали Смотреть Или Приезжали Самолеты Летали Понятно Если Ангелы Летали И То Не Надо Было Приходить С Такой Толпой Потому Что Ясно Что Это Не Те Ангелы Будут Летать А Люди Любят Вот Такие Зрелища Так Не Будем Ж Мы На Таких Зрелищах Чтобы Над Нами Не Посмеялся Апостол И Не Сказал Вы Мудрые А Мы Глупые Значит Апостолы Глупые И Тут Люди Должны Были Сказать Как Апостолы Вы Ученики Господни До такого Доходят Даже В христианских Обществах Отчего Все Это Да Я хотел Задать Вопрос Отчего Они Такие Вот Глядите Тогда Как Апостола Били И Презирали За Христа Коринфяне Были Уважаемые И Почитаемые Мудрыми И Хвастали Будто Все Это Во Христе А Отчего Они Такие Почему Я Отвечу На Вопрос Я Говорил На То Воскресенье Коринфяна Какие Они Были Богатые У Них Деньги Были Они Были Самые Достаточно Потому Что У Них Город Стоял На Двух Морях Адриатическом И Эгейском А Посредине 5 Километров Не Доставалось Сейчас Там Сделали Пролив Я Забы В тот Раз Это Сказать Его Сделали 1870 Году Где То Не Один Год Прорубили Скалу Взорвали И Сделали Проход Под Те Корабли Еще Его Так И Расширили Маленькие Корабли Проходят Ну Теперь Корабли Хорошие Там И Порты Уже Огромные Поэтому Коринф Сейчас Это Не Тот Город Он Как И Сторический Но Этот Пролив Он Сейчас Существует Там Лодки Катаются Яхты Проходят А Тогда Не Было Этого Не Было Зырчатки 5 Километров Этих Не Соединить И Люди Как Подплывали С той стороны Привозили Товары Откуда Интересные Очень С Африки Сицилии И Их Перетаскивали И Продавали Уже Там Ну И На этом Они Наживались Коринфяне Вот Их Восторство И Все Они Самодостаточны Христос Пришел Кому К людям Отверженным Евреи Они Были Под Окупацией Римлян Практически Не Забудьте Что Это Не Совсем Окупация Римляне Евреи Все Таки Они Были На Ступени Союзников Стояли Я Сейчас Не Могу Сказать Римское Латинское Слово Но Они Не Были В Той Окупации В Которой Почему Евреи Отвечают Христу Мы Как Не Были Рабами Вы Сейчас Враг У Римлян Нет Они Помогли Римлянам Отбить Селивкидов И Птоломеев Ну Там Периодически Иерусалим Переходил Кто к Селивкидам Кто к Птоломеям Это Греческие Диаспоры От Полководцев Александра Китонского Которые Правили Поочередно В Иерусалиме Но Сто Лет Приблизительно Евреи Были Свободны Со Сто Сорокового Года И По Шестидесят Третий Год До Рождества Христова Когда Помпей Великий Все Таки Прогнал Селивкидов И Отогнал Их Войска И захватил Храм И Известно Было Когда Он Зашел Храм И Наконец-то Посмотрел Святая Святая Заглянул Заглянул Потом Вышел И говорит Странные Народные Евреи Там же Ничего Нет Ничего Нет То есть Как Бог Бог Должен Быть Бог А Там Ничего Корчега Уже Не Было Завеса Только И Там Темнота Отодвинули Ему На Рассветильник Дали Зашел Ничего Нет И В этот Момент Проклятие На Него Пало И Там Буквально Через 30 Лет Даже Поменьше Лет Через 20 С Чем То Ему Отрезали Голову Недалеко В Египте Те С кем Он Боролся В общем К ним Он И попал Потом Как Бешенец От Лето Вот Так И Поэтому Вот Почему Они Были Самодостаточны Себе Коринфяне И Поэтому Они Ни в чем Не нуждались Да Тут Бедность У евреев Там И так Далее Пришел К беднякам И Вот Они Видите Это Сребролюбие Коринфяне Это Коринфяне Можно Отнести Вот Поглядите У нас Когда Начинается Нестроение У нас У людей В общине Когда Человек Начинает Быть Самодостаточным И Он Тогда Уже Ни на кого Не О чем Не смотреть Батюшка Там Еще Потом Бог Тоже Зачем Он У меня Все Есть Здоровье Хорошо Деньги Есть Машина Есть Квартира Есть Жена Есть Дети Все Все Клан Называется Клан Система Жизни Мне Больше Никто Не Нужен Как Никто Не Нужен Нацисты Пошли Таким Путем Гитлер Сказал Мы Одна Нация И мы Одна Огромная Семья Тоже Приятно То есть Тебя В стране Никто Не Будет Знать Никому Ты Никто Это Ни Хулиганить Не Будет Ничего Все И Все Братья Тоже Очень Хорошо А Христос По Другому Пошел Он Говорит Вы Волю Божию Не Знаете Воля Божья Какая Воля Божья Спастись Воля Божья Чтобы Все Пришли В познании Истины Все Все Каждый Человек А если Он Абориген Какой-то Там На островах Сейшельских И он Тоже Да Он же Вообще Христа Не знает Он Людей Жрет Все Равно И его Я хочу Привести К себе И он Показал Это Когда 1492 Году Что Случилось Господь Показал 1492 1492 Год Это В Европе Просто Прославляем Сейчас У Марина Нет Она В Португалии Была В Португалии Это вообще Там Памятник Стоит На берегу Ему Большой Господь Соединил Все народы Показал Что Он Обо Всех Течется Была Открыта Северная И Южная Америка Колумб Вступил На землю Кубы Одного Из островов Кубинской Архипелага В 1492 Году Господь Показал Там люди Вообще Христа Не знали Там Дошло До страшного Жертвоприношения Человеческие Были Как Просто Воды Попить Или Вдохнуть Люди Сами Отдавали Себя В жертву Потому что Там До такого Дошло Что Солнце Восходит Для того Чтобы оно Зашло Оно Кукурузу Светит Кукуруза Растет Еда Есть А иногда Были Затмения Или Плохая Погода Или Вулканы И затмевало Солнце И не было Урожаев Люди Гибли И они Начинали Что Нужно Откуда У них Пришло Что Нужно Кров Принести Человеческую И они Начинали Приносить Человеческие Жертвы До тех Пор Приносили Пока Солнце Не вставало Ну и тогда Пореже Приносили Но каждый День Нужно было Принести Там Сколько Человеческих Жизей Вот до Чего Дошло И Господь Спас Просто Эти народы Они Вырезали Там Друг И Пришли Туда Христос Свет Евангелия Туда Принес Остались Живы Многие Но многие Погибли Вот так Без Христа В таких Скорбят Представьте Себе Теперь Что вы Там На тех Материках Живете В 1400 Году Еще Кому Не родился Что там Происходит Это Ад Настоящий Без Христа Никто Никто Не знает Ничего О спасении И Это Даже Неведкий Завет 11 стих Даже До ныне Терпим Голод И жажду И наготу И побои И скитаемся Апостол Говорит Про апостола Что Говорит Препоминать Прежнее Посмотри На то Что теперь Есть На то Как вы Утопаете В удовольствиях А мы Совсем Напротив То есть Нас Бьют Это Говорит Против Надменных То есть Нас Гонят Мы Бегаем Это Против Богатых Что У нас Сейчас Ну Как На наше Время Перевести Наше Время Ну Тоже Хорошо Сейчас Пенсии Дают И так Зали Можно Потихонечку Прожить И Многие Пенсионеры Так и Живут Конечно Шоропщут Ну Живут Потихоньку Квартиры Есть ЖКХ Работают И так Далее Но Господь Посылает Скорби И в наше Время Поглядите Что Делается Сейчас Ни с того Ни сего До Курской Атомной Станции Хотели Дойти И Курск Даже Захватить И Белгород И сейчас Там В этих Больших Городах Города Почти Миллионники Падают Бомбы Взрывы Люди Гибнут Вчера Помощь Эгипта Будет Тщетная Но Господь Ну Это Вот Как раз Из Исаии Жит Что Вы На Своей Закваске Закисли Все Вы Перелились Вы Перепортились Уже Вы Должны Поменяться Быть Другими Не думать Только о себе Нужно Выходить И Дальше Давать Другими А Не только Себе А Они Там Им Хорошо Жилось Перешей Туда Сюда Таскают Все Там Перепродают Хорошо Деньги Двенадцатый Стих И Трудимся Работая Своими Руками Злословят Нас Мы Благословляем Гонят Нас Мы Терпим Толкование Этим Приводит Стыд Тех Которые Дерзают Проповедовать Ради Прибыли И Выгод И Что Говорит Важнее Всего Мы И Не Почитаем Себя Несчастными При Таковых Бедствиях А Из Чего Это Видно Что Вы Не Почитаете Несчастными Себя Из Того Что Озлобляющим Нас Нас Воздаем Противным Ибо Тех Которые Злословят Нас Благословляем И Тех Которые Наносят Нам Более Жестокие Обиды Это Значит Курение То есть Жесточайшая Обида Молим То есть За курение Воздаем Словами Круткими И Ласковыми Что Значит Моление То есть Речь Круткая За Такое Это Поведение Почитает Христиан Безумными Вот Господь Говорит Злом На зло Не отвечай А Отвечай На зло Добром Как у кого Получается В течении Недели В течении Месяца Полугода За последний Год Сколько Раз Вам Кто-то Делал Какие-то Огорчения И так Далее И Ну Никого Не Не били Я вижу Огорчения Могли делать И Как Вы Ответили На Это Как Вы Дальше Внутри Себя Какая Злоба Есть Какая Это Вы Проклинаете Этого Человека Или Наоборот Ищите Как Угодить Господу И Все Таки Явить Славу Боже Через Это Поведение Этого Человека На Вас Такое Непонятно 13 Стих Хулят Нас Мы Молим Мы Как Сорт Для Мира Как Прах Всеми Попираемой Доныне Какие Страшные Слова Вообще Что Такое Сор Все Что Выметается Или Стирается Как Негодное Так Если Кто Скверное Что Небось Стирает Губкой Называют Ссором Это Значит И Прах Всеми Попираемой Ибо Попираемой Тоже Что Обратить Губкой Обратить Губкой Ну Были Там И так Прах Есть Прах Такое Невесомое Видно Только На свете А так Сейчас Ничего Не Видим Попробую Что На свет Такое впечатление Дождь Какой-то Из них Вот Это Вот Все Такое И Мы Вот Такое Он Говорит Мы Вот Такие Как Сор Как Прах Для Мира Для Мира И так Апостол Говорит Мы Достойны Того Чтобы Нас Отвергали И Почитали За Сор Не Только Вы Но Весь Мир И Все Люди И Не Какое Это Время Но Даже И Доны То Столько Времени Прошло Пора Узнавать Что Христос Спаситель Но Нет Заметь Каковым Должно Быть Христианину Заметь Что Он Обязан Подвязаться До Самого Конца Терпение Вашим Спасайте Души Ваши Это Как раз Об этом Какое Терпение Да Можно Здесь И Подзаработать Мы Видим Допустим На ИСО Пойти Два Миллиона Дают Молодые Ребята Могли Бы Уже Ваня Мог Давно Пойти Получил бы Денег Хорошо На Дроне Какому Работал Если Бо Успел Получить Ну Нет Но Это Мы Понимаем Ну Так Можно Было Но Нет То есть Показывается Вера Этим И Другим И так Далее Брат Наш Валерий Не Выдержал Терпения Нету Дай Бог Что Пришел Живым И Брат 14 Не К постижению Вашему Пишусь Е Но Разумляю Вас Как возлюбленные Детей Моих Ну Как Называет Апостол Павел Коинфин Которым Обращают Так Как бы Жестко Обличает И В то же Время Он Возлюбленные Дети Все Так Что В них Есть Что Главное Они Верят Во Христа Не К постижению Вашему Говорит И Не Злым Или Ненавистным Намерением Говорю Это Но Как Возлюбленные Детей Возлюбленных Вразумляю Не просто Детей Но Возлюбленных Возлюбленных Как понять Возлюбленных Возлюбленных Им Возлюбленных Христом Христос Дал им Веру В себя Вот так Бог дал Веру В Христа Христос Дал Веру В себя И люди Вначале Обратились Ну Потом Видите Хорошая Жизнь Простите Меня Если Я сказал Что И оскорбительное Ибо Это От Любви И Не Сказал Но Вразумляю Кто Же Не Перенес Вразумление Отеческого Ну Вот Так Вот Он Как бы Идет Насмешка С одной Стороной Над Ними Другой Стороны Это Насмешка Такой Сарказм Как Говорят Из-за Любви По Другому Никак Они Не Понимают 15 Ибо Хотя У вас Тысячи Наставников Во Христе Но Немного Отцов Я Родил Вас Во Христе Иисусе Благовестования Ну То есть Такое Впечатление Как будто Апостол Павел Прям Хвастается Я Ваш Отец Такое Ну Ка Посмотрим В чем Дело Что Скажете Вы Другие Разве Не Любят Вас Любят Говорит Но Не Так Как Я Ибо Они Наставники А Я Отец И так У Детей Хотя Один Бывает Отец А Наставников Много Может Быть Много Однако Их Расположение К детям Всех Вместе Гораздо Менее В сравнении С любовью К ним Одного То есть Отца Так Точно И между Нами Ну По идее Так Должна Природа Быть Устроена Отец Родил Отец Родил Тебя За чего Чтобы Ты Наследство Его Приобрел Отцовское Какое Наследство Господь Сказал Все Передавайте Чадом Своим Все Законы Которые Я вам Говорю Как Передавать Через Исполнение Вы будете Исполнять И с детства Ребенок Будет Видеть Участвовать Во всем Этом И получит Это обетование Ну Придет Вера В общем К ребенку Вот как Было Все Настроено Через На горе Синай По идее Но Получилось Почему То Не так Почему Сердце Человеческое От юности Жестоко И зло Говорит Господь Как ни странно От юности Человек Не видит Не видит Что ему Дают Благодеяние Вроде как Будто ему Обязаны Все Он же Маленький Вы меня Кормите Вы меня Поите А приходит Время А я сам Буду делать Все что Захочу Кормите Поите Хоть до старости Нет Нет Ты должен Получать Обетование Тогда ты Сын А если ты Не хочешь Обетование Получать Божие То ты Не то В мир Тебя Как раньше Было И пошел В мир Он пишет Максим Горький И сидит Он у какого-то Мужика Наставника Он учит Его там Как Шить Точать Обувь И получает Он По морде Селедкой А она Говорит Ейной мордой Да мне В морду В рыло Да Она Ейной Рылой Мне в морду Дедушка Забери меня А в чем Там смысл Весь Он пишет Письмо И подписывает На деревню Дедушки Жукову Все Никуда Она не придет Это письмо Ты не захотел Отца Вот И теперь Ты пошел В мир Ну я не говорю Там что Там правильно Все было сделано Или неправильно Я говорю о том Что Получается С тем Кто обетование Не принимает Ребенка Мы сейчас Это видим В нашем Обществе Как это происходит Кто то еле Теплица Через что То Кто то Еле Теплица Но еще Ходит сюда Кто то Очень Долго Не ходит Из чат Не только Из чат Божьей Будем говорить А кто то Уходит Не только Дети уходят Уходят и Взрослые Под 75 лет Под 80 Уходят А почему Ну Мне нравится Все Почему Ну вот Вы не так Все У вас Без любви Без дружбы Хотят Чтобы Без обетования Просто Сами Куда то Ити А куда Непонятно Сейчас стоят Молятся Там в храмах Или не молятся Не знают Заметь Между прочим Слова Во Христе Приложил К наставникам Это Для того Чтобы Не совсем Поразить Ну то есть Что Наставников Много Это плохо Что ли Да нет Неплохо Впрочем Хотя Приписывал Им Наставникам Более Трудная Ибо Такова Должность Наставника Мы сейчас Не знаем Но Превосходство Любви Предоставил Самому Себе Объясняя Каким образом Он Отец Им А вот А вот А вот А вот Допустим Домашний Человек Домашний Любовью Своей Человек Жесток Был Страшно К нему Никто Не подходи Всех Сожрет Когда Можно Стало Есть Сразу Господь Я говорю Таким людям Встречаются В жизни Говорю Вот Недавно На бережку Там С молодыми Людьми Беседовал Собак Привели Я говорю Господь Сотворил Сразу Домашних Животных Скоты Называются И Полевых Зверей И там Волк Был А в домашних Животных Была собака Она сразу Любила Человека Вот так Вот Беззаветно Но И волк Человека Любит Если ты Любишь Христа И полностью Повинуешься Ему То и волк Тебя не тронет Об этом Мы сколько Видим Львы не трогали Голодные Причем Даниила Ворвей И так далее Даниилу Доставалось Больше всех А? Проверить Такое Не было Проверить Ну Любим Ты Христом То есть Любишь ты Христа Или нет До такой степени То есть Все заповеди Исполни Пойду ко льву Нет Есть даже Такие люди Которые Прямо идут Ко львам И у них Такая вера Вот в это Но они Правда Любят Они их не убивать идут И львы Перед ними Как-то вот Склоняются И так далее И Ну так Он Он плохого Не делает Этому льву Или он Показывают Медведь Там Том А громадный Медведище Наверное Два Там Двадцать Или два Тридцать И человек Там Какой-то Десантник Маленького Его скормил Он там У него живет Прям в лесу Где-то Он к нему Приходит Выбегает Прямо Первый Ролик Видит Что это такое А он Начинает Голову Так Впасть Голову Его Человеческую Захватит И такой Облизывает Там языком А то Фу Фу Этот язык Убирает А тут Парк Видит Зубы Господи Помил Он Господь Как показывает Что Сотворил Животных Для человека Ну что Такое Это Я думаю Что это Ну да Понятно Есть там Искушение Я думаю Это для того Чтобы все таки Этим людям Показать Что Это Божье Творение Ты Мое Творение И это Тоже Мое Творение И вначале Ты должен был Царствовать И господствовать Над ними Вот Иногда Маленькими Такими Сюжетами Мы это Видим И для нас Верующих Это должно Быть Предостережением Чтобы Чтобы быть Всегда Готовыми Исполнить Любую Заповедь Божию Но я хочу Сказать Я в тайге Сколько Проработал Ну лет Пятнадцать Прям в тайге Никогда Не брал Никакого Ружья Молился Всегда И против Этих Жуков Которые Кусаются Молился Ядовитых И против Змей Ну змеи Да Попадались Часто Змеи Попадались Иногда Я их Утаскивал Куда-нибудь Иногда Просто Приходилось Уничтожать Потому что Мы там Делали Они там Живут Че с ними Вот Это да Клещей Там много Тоже Снимал Себя Ну не Один Только Укусил Или два Ну так Сильно Уколу Поставил Потом Может От этого Перекосил Ну вот Так Ну то есть А так Вот Медведи Да Они там Выходили Где-то Лежанки Находили Рычали Где-то Они Волки Там Были Но Никто Не Вышел Не Обидел Так Ну то есть Я молился Кто-то может Скажет Я тоже Так был В тайге Ну Значит За тебя Кто-то Молился И говорит Я научил Не говорит Я научил Но Родил Указанием На Истерство Показывай Любовь Свою К ним И то Что Они Самые Близкие Ученики Его Как Эту Мысль Выражает И во всем Послании Ну то есть Родил Понятно Что Рождение Свыше Называется А как Ну Рождение Свыше От Христа Он Показывает Что он Насаждал И поливал Насадил Ну то есть Три вида Благодати Какая первая Призывающая Призывающая Насадил Потом Полив Полив идет Освящающая Нет Нет Сначала Призывающая Потом Обращающая То есть Человеку Веровал Ты услышал От него же От апостола Павла Потом Дальше Ты Принял Он Тебя Наставляет Уже Ты Принял Это все То есть Как отец То есть Он тебя Родил Теперь Он тебя Наставляет Воспитывает Дает тебе Поесть Ты рядом С ним Ты Принял Это все Увидел И теперь Тебе Нужно Исполнить Самому Это Освящающая Вот это Самое Сложное Исполнить Самому То есть Ты можешь Увидеть Начинать Читать Ты можешь Обращаться И так далее Но когда Исполнять Когда исполнять И когда Ты начинаешь Сам исполнять Это рождение С выше Называется То есть Теперь Ты Можешь Быть Отцом Для Для Кого То По Инативности Стихотворения Я не Учитель И я не Пророк Но у Христа Ученик Не Обижайся Я сделал Что Долг Но По Чистям Не привык Вот так Что Такое Все Что Мог Что Ты Можешь Делать Вот Ты Можешь А Господь Дает Вер В Вот Чем Делать Поэтому Теперь Должен Трудиться Человек Там Отец Трудился Наставник А теперь Ты сам Последнее Ты должен Сам Исполнить Подражайте Говорит 16 стих Посему Умоляю Вас Подражайте Мне Как Я Христу Подражайте Во всем Мне Не Мудростью Не Богатством Не Превозноситесь И не Враждуйте Против Братьев Но Полагайте И Мудрость И Богатство В любви Ко Христу И к братьям Против братьев Не враждуйте То есть Вот Кто-то Тебе Из братьев Не нравится Братья Это Верующий Он Тебе Не нравится Брат Не Враждуй Есть Обличение Есть Наставление Советование Есть У нас Это Последнее Что Если Там Против Ке Кто-то Согрешил Так И ты Брата Прям Ненавидишь Совет Церковно Приходской А есть Собрание Общего Еще Но у нас До такого Не доходило До церковно Приходского Доходило Советов Такое Было Несколько Разборов Ненависти Один раз Кремнотихну Еще Другой раз Для того Чтоб Человек Не пал Молодой А вот Так Чтобы Собрание Кому-то На вид Выставляло Что До такой Степени Всех Достал Этот Человек Враг И Это Ну чтобы Враг Человек Нужно Уже Какие-то Факты Привести Это Знаете Как Жития Святых Когда Шел Один Инок К Старцу Своему Возвращался Из города И Рядом С Евреем Шел И Еврей Начал Говорить Он Говорил Как Они Живут А Еврей Говорит Ну Христос Христос А он Не отрицая Поддаковы Ему Хорошо Идут Так Разговаривают Говорят Ну Может быть И так И все И это Может быть И так Было Передано Его Старцу И Когда Он К нему Пришел Ну Других Нет Примеров Мало Просто Нет Таких Примеров Что Есть Община Все Верующие И Из мира Как Вот У нас Нет Обычно Верующие Это Монатий Отдельно Женщина Отдельно Разного Возраста Но В основном Конечно Такие Среднего Возраста Молодежь Бывает И Редко Очень И Все И Он Пришел К этому Старцу Старец Говорит Иди От Меня Он В келью Стучится Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Старец Ничего Не Отвечает Отойди От Меня Ты Проклятый Богохульник А Тот Не Понимает Ничего И Объясняет Ты Шел С Евреем Шел А Говорили О Христе Ну Да А Он Сказал Это Может Все И Не Так Было А Ты Че Ответил Ну Ты Ответил Ему Что Может Быть Вот Это Может Быть Тебе Поменяется Как Предателю Веры Христовой Всего На Всего Поэтому Вот И То Что Батюшка Говорит Вы Всегда Должны Иметь Слова Христовой Заповеди В Вас Должны Быть Не Забывайте Что Вы Чадо Божье Где В Любом Месте На Работе На Каком То Увеселении Где То Попал Ты На Вечеринке И Так Далее Ты Должен Знать Что Ты Чадо Божье И Тогда Господь Тебя Или Отметет От Тебя Или Тебя Выметит Ну Или Какие Печалки Может И Радостные События Что Реже Что Ты Поймешь Что Ты Не Там Где Надо Он Сестра Танцевать Любила Не Все Для Этого Есть Талант Был Но Пошла Другим Путем Сейчас Растит В Семье Христианской Дай Бог Христиан Дай Бог Почему Непонятно Еще Что Будет Из Но Обетование Они В семье Переносят На них Они Растут Сейчас В этом Все Участвуют В занятиях Богослужения И так далее Читают С ними Слово Божие Поют Поют Нет Еще Поем Ну Вот видите Ну Вот видите Поют Ну Да Пускай Даже Не повторяют Ты Поешь Ты Передаешь Им Обетование Ты Отец Выполняешь Функции Отсоски Вот так Если Говорить По правильному То Твой муж Виновник Их рождения А ты Поддерживай Это все И будешь Награждена Сторицей Во первых Дети Хорошие Вырастут Грамотные Сильные Здоровые Ну и так далее Любить вас будут Благодарить Ну а главное Верующие Заметь Доброту Сердца Он умоляет А не Повелевает А предлагать Самого себя В образец Для подражания Это знак Великого Дерзновения Вот он был Дерзновенный Апостол Павел Когда Когда говорит Что я Родил вас Во Христе Иисусе Благовествованием Он даже Отвечает Полностью Как все это было Рождение Да конечно Люди Как говорят Ты вот Ради Сначала Детей Сам там Попробуй Воспитай Столько денег Потратил А тут Глядишь Пришел Услышал Что за человек Ну это Что то там Такое Непонятное Как Господь Пришел Сказал А они говорят Это от Вильзевула У тебя А почему Люди К нему Собираются Люди Собираются Послушать Слово Божие Господь Иисус Христос Мгновенно В течение Там Ну одного дня Стал Отцом Духовным Для тысяч Людей Они услышали Передали И вот Собирается Нагорная проповедь Люди Собрались Услышали Слово Хотят дальше Слушать Но Видим Что все это Было Не Устойчиво Еще Не крепко Почему Потому что Были книжники Фарисеи Был сатана Так И у нас Тоже Вы не думайте Что Апостол Павел Сказал Они поверили Все такие Радостные И ушли Нет Они ушли Споря между Собою Как говорит 28 глава Деяния Святых Апостолов Так 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 ли Это Вот Так И поэтому Когда Глянулись При кресте Стоят Одни Неверующие Все кричат Друг на друга Смотрят Есть такой Фантастический Рассказ Интересный Нашего Русского Писателя Ну я так Коротко Скажу В чем Дело Машина Будущего И люди Хотят Посмотреть Самые Знаменательные События И одно Из событий Это конечно Распятие Христа Ну и там Как говорят Вы там будете У вас будут Камеры Вы потихоньку Снимайте Но это Никому Потом не показывайте Ну а здесь В этом времени Уже У нас В будущем Все понятно Как Что Христос Был Да Его распяли И так далее Только говорит Смотрите Поступайте Как другие Чтобы это Ну вас Никто не вычислил И вот там Когда собрались Все И начинают Распни Распни Сойди Сокреста Там все вместе Кричат Сатана Кричал И в этот момент Там их Какая-то группа Была Одновременно Человек 20 Они начинают Оглядываться Ну как там Кто поступает И смотрят Друг на друга И все кричат И вот они Такие глаза И распни Его Сойди Сокреста То есть Ну они Знали Все это Кто они Такие То есть Они предатели Христа И Они поступают Так как все Вокруг Вот такой Как бы фантастический Но на самом деле Это все там Так и кричали То есть Никакой фантастики Нету А они же А потом упали На колени Плакали Да что же Это Сын Божий Когда началось Затвение Когда Христос Уже Почил Вот так Ну все Христос На имение Так братья и сестры Я хочу попросить вас Помолиться Раби Андрея К братьям интернет-содружества Обращаюсь Это Генерный человек С которым Я довелось Встретиться Когда мы ездили С Анисей С дочкой Тихвин Вот там Мы были на концертах Дважды Его В 7 лет Он уже Получил Мезуродную премию 5 лет Начал играть На пианино Вот Да что ни возьмется У него все получается Гениально То есть Если человек талантливый Он талантливый Во всем Он на стерфоне Играл Но в основном Он конечно Это пианист Мирового уровня Он объездил Весь мир Вот И кроме того У него языки Языками Увлекаются Вот И Вера в Бога есть Но Не знаю Насколько Я послал Ему Трехтомник Крестивому православию Так что Прошу помолиться Чтобы Господь Дал ему Уроженение Истины Которые Изложены В том Писании У него Сложный Сейчас Период Жизни Дай Бог Чтобы он Преодолел Это Испытание Сложный Детство Был Молодой Молодой Был 36 лет Молодой Он Он Успел Молодой Причем У него Своё Восприятие Классической Музыки И Он не Возможно Такой Альтруист Благодетельный Человек Благодетельный Крис Благодетельный Немножко Благодетельный Есть Такие Препараты Которые Как Называются Атруастатин Которые Обладают Огромным Количеством Побочных Эффектов Я Совершенно Причем Ну Что я Радуман У него Стенды Стоят Не Самому Это Должно Делать Раду Вечер Я Сам Разумею Вот Это Буду Вот Это Не Буду Потому Что Я Знаю Что Какое Количество Побочных Эффектов И Что Без Ну У нее Стенды И Там Надо Пить Год Препараты Которые Не дают Сворачиваться Кровью Чтобы Не было Тромбов На этих Стендах Разжижающие Там Дезагреганты Пить Ну И От давления Дезагреганты Какой Занятный Язык Ну И За Елену Молиться Так Ну Вот Еще Епросения Нет Она На Работе Вышла На Работу Поставили В график Е Да Да Слава Богу Что не болеет Да И У вас Там Ночные Все Нет Она Только В день Сегодня На Перевязки Вывели И Мы С ней Договорились Она Посмотрит Вот Сегодня Выйдет Как Положено Восемь Часов Если Будет Вых Впадать Также На Воскресенье Можно Ли Ну Там Уже На Месте Сегодня Она Делает Эти Перевязки Начинать С Десяти Чтоб Она После Службы Я Или Любой Брат Который На Машине Пять Минут Ну Какая Разница Позже Не Но Если Начальство В позу Станет Скажет Ты Восемь Часов Должна Прийти Там С Восьмин Десяти Сделать Перевязки Если Скажет С Десяти До Час Может Делать Чтобы Она После Службы Ехала И Делала Эти Перевязки Работа Началась Да Я Думал Первую Зарплату Скоро Получит И Пойдет Дела Дай Бог Как Уводить Дела Слава Богу Все Прекрасно Ты Второй Курс Третий Третий Уже Третий Курс В Но Но В У меня Седьмого По Тридцать Первой Будет Сессия Слава Богу На работе Нет проблем С этим Отпускают Спокойно Ну Слава Богу Ворчат Конечно Потому Что У нас Там Много Людей В отпусках Уходили У нас Буквально Один Мальчик Сутки Через Сутки Работает Нет Сложность На работе Не надо Это Слово Проблема Что Нормальное Слово Это Игнать Игнать Да нет Это Иностранное Слово Нормальное Слово Зачем Оно Литературное Так же Как Мониторинг Это Предвзятое Мнение К этому Так же Как Мониторинг Не было Этого Слова У нас Проблем Никогда Не было У нас Масса Слоп Ищли Их Языков Это Все Нормально Я когда Учился И в институте Везде Не было Слова Проблема С понедельника Оно было Оно было Но Вопросы Трудные Вопросы Как у Нестор Все Слава богу Все так же Работа Закончилась Еще получается В пятницу Все закончилось Форму сдал Все Закончилось А теперь Ты на учебу Да Последний курс Остался Тебе деньги Выплатили Да Ну естественно Я так посмотрел Как он зарабатывает Я думаю Туда Перейду После Курятина Курочки Все любит Конечно Так ты по специальности Иди работай У тебя же диплом Я пойду туда Со своим дипломом Как ветеринар Не как таскать кур По клеткам Ну они маму-то помнят Маму Восстановишь маму Я бы не сказал Что таскать кур Это не так уж И выгодно Ну как бы Достаточно Так это же тяжело Ну так Как иначе Ну он здоровый Поэтому Что говорит Так главное Ты скажи Ты написал Заяву Заяву Я заяву Военкомат Написал Отчет В ноябре Полинок А что ждешь Сейчас иди Там сильно Рано тоже не принимают У него отсрочка До конца обучения У него еще год Да Ты год Тоже стал Да И они принимают Где-то вот Ну около полугода Ну Не выпускаем Момент Ну естественно Так что Ладно Все Написать Положите У него уже все собрано Он же тогда Ты собрал уже Весь пакет документов Ну нет Не весь Справку Мне не дали Не-не Там это Это все От внутреннего состояния Зависит Христов человек Или нет У меня справка Просто не вновь Справку Справку Или характеристику Ну и характеристику И справку Что ты член общины Да А ну это Выпишем В ноябре Подойди Так еще Так Тебе не служит Тебе, как должно. Пусть покажется в небрежении Своем и проповедует смело и инославного Бога Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои для России за то, что оставили Тебя и Слово Твое излеченностью Твоей в Евреи. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Его, Дух Святого, где заставит нас не признавать никаких иных богов, вот и Я, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец и Сын, Святой Дух. Аминь. Прошу, не забывайте про груши в испарстве. Поставьте груши, пропадают. Завтра уже будет гнев.